Август 1944 года. Яско-Кишинёвская группировка фашистских войск разгромлена. Открыт путь для освобождения народов Юго-Восточной Европы от нацистского господства. Гитлеровское командование любой ценой стремится удержать Румынию. Рейху необходима нефть. Но танковые соединения советских войск остановить невозможно. Гитлеровцы выбиты из Плеэшти. Победа Красной Армии ускорили вооружённое восстание румынского народа. Боевые патриотические отряды повстанцев захватили Бухарест. Фашистская диктатура Антонеску свергнута. Новое правительство Румынии объявило войну гитлеровской Германии. 31 августа освобождённый Бухарест радостно встречал воинов Красной Армии. Утром 8 сентября 1944 года передовые части советских войск пересекли румыно-болгарскую границу. Это был сигнал к восстанию для всех болгарских патриотов. С гор спускались партизанские отряды и освобождали от гитлеровцев города. В Бургас и Варну вошли советские войска. В ночь на 9 сентября восстала София и власть перешла в руки Отечественного фронта. Торжественным маршем по улицам Ликующей Софии закончился освободительный поход советских воинов по земле Болгарии. Четыре года в Югославии оккупированной фашистами полыхает пламя народной войны. Партизанские отряды контролируют почти половину страны, но противостоять натиску гитлеровцев, вооруженных тяжелыми орудиями, танками, они не могут. Осенью 1944 года по просьбе маршала Тита Красная Армия пришла на помощь Народно-освободительной армии Югославии. Гвардейский механизированный корпус, преодолев с боями восточно-сербские горы, вышел к Белграду. Дунайская флотилия поддерживала наступление советских войск с фланга. Ожесточенные бои завязались на окраине Белграда. 20 октября 1944 года. Столица Югославии встречает воинов советской армии и Народно-освободительной армии Югославии. Советская армия, грозная, могучая сила, победившая фашизм, принесла свободу Югославии. Свободу Юго-Восточной Европе. Конец. Конец. Продолжение следует...